Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, стих от 1 до 3. После всего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов. И Иоанна, жена Хузы, правителя Иродова, Исусанна и многие другие, которые служили Ему именем своим. Имением, а не именем. Имением своим, толкованием, сойдя с неба за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание. Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо что Он не делал, делал для наставления нашего. Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой 12 учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от Него учились и назидались делами Его и словами Его. Господь проповедовал не о земных благах, но о Царстве Небесном. Ибо кому иному было приличнее проповедовать о Небесном, как не приходящему с неба. Поэтому-то ни один из пророков не проповедовал о Царстве Небесном. Ибо как бы они стали проповедовать о том, чего не видели. Поэтому-то и предтетя говорил, Сущий от земли говорит, как сущий от земли. А приходящий с небес, что видел, о том и свидетельствует. Иоанна 3 глава, стих от 31 до 32. За Господом следовали и жены. И чтобы мы знали, что и женскому полу слабость не препятствует последовать Христу. Смотри и на то, как они, будучи богатыми, презрели. Однако же все и избрали. Однако же все и избрали нищету ради Христа и со Христом. От что они были богатые, познав из того, что они служили Господом имением своим, а не чужим или несправедливо приобретенным достоянием, как многие другие. В словах, из которых вышли семь бесов, некоторые число семь принимают неопределенно, вместо много. Ибо в Писании число семь часто принимается вместо много. Иной, быть может, скажет, как семь есть духов добродетели, так напротив, семь же и духов злобы. Например, есть дух страха Божия, есть с противной стороны дух бесстрашия Божия, есть дух разумения, есть с противной стороны дух неразумения и так далее. Если эти семь духов злобы не будут прогнаны от души, никто не может последовать Христу. И его прежде должно сатану изгнать, а потом Христа вселить. Толкование Игнатия Лапкина. Нет, это не толкование Игнатия Лапкина. Игнатий Лапкин ничего не толкует, все уже растолковали. Это называется комментарий. Комментарий Игнатия Лапкина. На сегодняшний день. На сегодняшний день. Да, на какие слова? Слова выделены жирным шрифтом. Переверни назад. Назад переверни. Что тут выделено? Читай. Не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Вот. И вот на сегодняшний день. Ты можешь о себе сказать, что ты ленишься в обучении и не проповедуешь? Могу. Вот. Теперь читай комментарий. Что тебе на это Игнатий Лапкин скажет? Обузнай о себе все. Комментарий Игнатия Лапкина. Данным толкованием обличается вся пастырская практика современного православия, погрязшего в лени, трусости и корысти. Можем ли мы себе вообразить, что сегодняшние митрополиты, взяв с собой два-три прислужника для ношения еды, будут выступать на стадионах и в домах культуры, как американские сектанты? Во всех церковных публикациях на снимках видны крестные ходы, хорубьи, иконы, благословения, помазания. Нет нигде ни слова о Евангелии, о Евангельской проповеди. Не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Значит, необходимо учиться у тех, кто проповедует. Когда ориане придумали понятное, легко запоминающееся песнопение во время златовуста, то православные мгновенно отреагировали на это новшество. Сразу же составили подобное. Но в православном духе, если дальше священники будут лениться и не будут обходить с проповеди города и села, то в самое ближайшее время Россия будет католическо-протестантской, а не православной. Не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Придумали какие-то юридические обоснования каноническим территориям, чтобы оправдать свое бездействие и сонливость. Только животные, мочащиеся к стене, метят свою территорию, а человек живой евангельской проповедью отмечает территорию в сердцах, которые покорились благовестию. Бог посылает каждого за концов земли, не ограничивает никакой местностью, чтобы на ней властвовал один человек и запрещал другим проповедовать. Необходимо не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну и какие мысли у тебя от прочитанного? Ну, не лениться надо, обходить по всем местам и проповедовать. Когда пойдешь? Ну, в ближайшее время. Конкретно? После службы, в церкви. Воскресенье? Да. А сегодня какой день? Вторник. А почему? Почему не сегодня? Так мне надо обучать проповеду. А сколько ты лет в общине? Да, я не подсчитывал, с какого числа начал. В каком году ты на занятия пришел, Игнать Тихонович? На занятия... На седьмом десятке. В начале седьмого десятки. В каком году-то? 60 лет? А сейчас тебе сколько? 60 лет. Сейчас тебе 70. Сколько ты учился лет? 70 отними 60. Ну, 10. За 10 лет не выучился? Еще пять дней просишь? Ну, так я падал. Да, Бог. Бог упалкивает. Ну, и я падал. Ну, еще не оклебался. Еще охота в грязи поваляться, похрюкать. Овечка, когда споткнется, упадет в грязь. Она встает и дальше идет. А свинья, которую она испотыкаться не будет, она сама эту грязь ищет и хрюкает в ней и лежит. Так ты кто? Какому животному себя прочисляешь? Каючки. Ну, а что же? Еще хочешь похрюкать, ты еще не оклемался? Сколько можно оклемываться от падения? Ну, надо в паре с кем-то ходить. В паре с кем-то ходить? Да. Ну, и с кем? Кто у тебя в общине друзья, с которым ты бы пошел бы? Ну, кто согласится? Кто согласится? Кому будешь обращаться? У кого времени много на это дело? У кого времени много на это дело? Ну, бог его знает. У кого? О чем сейчас читали-то еще впереди? Что можешь вспомнить? Евангелие. Восьмая глава. С первого стиха. А что там? Ну, открой, посмотри. Прочитал, тут же забыл. Там у меня цепь была побыстрее читать. Ну, ты вчера читал. Я тебе говорю, мне надо медленно читать. Чтобы усвоилось. Я тебе вчера говорил прочитать. Чтобы усвоилось. Ну, ты вчера читал медленно. Усвоилось. Ну, вспоминай. Сейчас глянь один разок. Все, вспомнил. Ну, все уже. Ты читал вчера, читал сегодня читал. Закрывай. Пересказывай. Тренируй память. Хватит придуряться. У тебя память отличная. Да какая отличная. Ну, давай, пересказывай. Да я вот прочитал и забыл. Да не забыл. Хватит придуряться. Ты сколько раз уже пересказывал. Ты мне еще вопросы задал. Мария Магдалина – это Богородица или нет? Ну, вот о чем сейчас читали. Господь Иисус Христос проповедовал. И с ним двенадцать учеников его. Среди них кто еще были? Среди них были женщины. Мария Магдалина. Чем оно замечательно от других? Что Господь из нее изгнал? Семь бесов. Семь бесов. Ну, вот и дальше толкование мы читали про бесов. Злые бесы какие? Может, спорь. И противоположные им. Ну, если там не вспомнишь. Каких духов, бесов ты знаешь? Молился, чтобы Господь из себя изгнал. Дух объединяй. Бес объединяй. Бес объединяй. Бес объединяй. Мучает он тебя? Ну, он мучает. Мучает. Ну, и как? Ну, что же не получается? Не получается. Ну, вот и у учеников Господних тоже. Они изгоняли из одного беса и не получается у них. Читал такое? Господь пришел. Сказал, доколе я буду терпеть вас? Доколе, Вася, я буду тебя терпеть в доме своем? Я вчера уехал, сказал тебе на кухню не заходить, к вещи не прикасаться, не объедаться. Было? Было. Что? Ну, да. Да не ну, да, а говори. Да, было. Да, было. Заботился я об изгнании твоего беса или нет? Заботился. Молился я об этом? Молился. Ты об этом молился? Молился. И что ты вчера сделал? Не послушался. А ты обещал, Игнатий Тихонович, у Лени Политыкина и братья меня слушаться? Обещал. Василий, никто, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам этого не захочешь. А ты не хочешь, Вася. По тебе видно уже сколько ты у меня месяц лишним живешь, 10 лет в общине. Какой 10 лет? Я назывляет не ходил 3 года. Ну, 7 лет. В каком году ты крещение принял? В 11. В 11, а сейчас 18. 7-8 лет. 3 года на занятия. 10 лет, как ты уверовал. А, вера-то, было падение. Сколько ты не ходил в церковь? Месяц, два, три. Меньше полгода. Ну, потом уже нашел в себе силы, опять пришел в церковь. Что тебе привело обратно в церковь? И что тебя из нее увело? Какой бес, если тебя увел из церкви? Без вольного жития. Без вольного жития. Своей воли. Че хочу, то и ворочу. Сколько заповедей у Бога? Знаешь? Мы их повторяли. Ну, основных 10. Основных 10. А у дьявола сколько, знаешь? Всего одна. Сказать какая. Делай, что хочешь. А что легче выполнить? Божьих 10 или одну в дьявольскую? Ну, ясно, делай, что одну. Делай, что хочешь. Ну, иди и выполняй. Ну, 10-то с трудом надо. Трудить, трудить. Ну, вот мы сейчас или учили, надо не лениться в обучении. Не лениться в обучении. И Игнать Тихонич говорит, кто у нас ленится? Ну, без лени. Ну, без лени. А кто должен обучать народ-то? О ком Игнать Тихонич говорит? Ну, у нас с тобой. Не о нас он с тобой говорит. Комментарии ты читал. О священниках. О священниках. Ну, раз священники ленятся, значит, Господь других на это дело ставит. Тебя может поставить, если ты захочешь. Я вот захотел, выбери меня, он меня поставил. Я занятия веду по скайпу, на которых ты спишь постоянно. Ноги задираешь выше плеч. Стыдоба. Ты ленивый. Ты в школе как учился? За уши на образование. Что это значит? За уши тянули. За уши тянули. Ну, а Господь, Царство Небесное, это никого за уши не тянет. Он стоит в дверь и стучит, а ручки у него нет. Он не может ни за ручку потянуть, ни за ухо, пока человек сам сердце не откроет свое. Дверь открывается изнутри. А ты закрылся, замкнулся и не пускаешь туда Духа Святого. Бесами облеплен весь и все. Зачем ты вчера объедался опять? Ну, как бы надо голод удовлетворить? Ну, вся церковь постится, а тебе голод надо удовлетворить. Ну, я бы пришел, бы удовлетворили. И Господь сказал Адаму, говорит, от всех дерев ешьте, от этого не ешьте. И я тебе сказал, вот до момента, пока я не приеду, не ешь. Иначе будет непослушание, а за непослушание депортируйте обратно в Бельмесево. Был такой разговор? Был. Ты согласился, пошел по стопам Адама. Адама в грех. Господь говорит, смертью умрешь. Тебя Игнать Тихонич из домика привез в морозы. Ты там замерзал, пожалел тебя, а ты чего в ответ? А я вас не просил. Ну, кто ты после этого? Ну, ты докопался до тех людей. А что бы мне до тебя не докапывался? Как тебе меня не слушаться, так можно. А так как мне до тебя докопаться, так нельзя. Ты безответственная, неблагодарная тварь. Балбес, сэр. Так точно. Так сколько можно в грязи-то в этой лежать-то, хрюкать-то? У нас же ноздрюльки не торчат из ямы-то, из этой не видно. Воздух, а-то вдохни свежего-то. Докопался. Езжай, Вася, домой. Никто там до тебя докапываться не будет. Хрюкай дальше там свой. Вдыхай вонючий дым, мороз. В нищете там. Монах. Все. Ты готовый, монах. Ты на благовестие не пойдешь. Будешь там. Соседу о Христе не расскажешь, не пойдешь. Вписано. Я веровал, потому и говорил. А у тебя веры нет. Страха Божия нет. Вчера. Ну, потерпи, приедет брат поужина, если нет, налопался. А когда ты один лопаешь, ты лопаешь. Меры не знаешь. Но я тебя сдерживаю. А потом, когда я тебе вчера отру... До насыщения. До насыщения. А потом я тебе, когда вчера сказал, что же ты налопался, что же ты мне ответил? Кушать хочется. Ну, кушать хочется. Я тебе говорю, есть только со мной. Без меня не есть. А ты что, я ответил? А я ночью встану. Было такое. И налопаюсь. Это что, нормально считаешь? Нет, ну, ты не даешь, как бы это... Я червячка затравлю, только аппетит разыграться. Ты все, хватит здесь. Ну, а как ты хотел? Написано, кто крал, впредь не кради. Отрудись своими руками, чтобы было уделять из чего нуждающимся. А я вот воровал, сейчас тружусь в поте лица. От зари до зари. Часто в посте. Вчера позавтракал, я не ел весь день. Хошь верь, хошь не верь. А ты налопался, не послушался. Своей волей, объедения. И уже сколько ты у меня живешь. Каждый день у тебя не послушание. Каждый день не послушание. А обещал слушаться. Чего с тобой делать-то? Тебе решать. Ну, сам как считаешь? Ну, и как я могу решить? Ну, как? Ну, ты же вчера... Ну, мне-то... Ты же вчера принял решение, что Сергей Павлович мне просил подождать. Ты принял решение. Я ждать не буду. Я его слушаться не буду. Пусть он меня обратно домой... То есть ты домой захотел. Вчера, когда я ел. Так было дело? Или ты не думал про это? Думал, что я опять тебя пожалею? Подарками тебя дарю за твоё непослушание. Так ты думал, да? Так, и почему не так ли? Ну, а как? Тебе хорошо у меня жить-то? Да. Ну, да. Хотел бы дальше у меня жить? Ты не позволишь? Ну, под одним условием. Под каким, знаешь? Конечно. Ну, под каким? Послушание. Сколько у тебя было дней, чтобы ты провёл у меня в послушании за месяц? Уже не одно год. Ну, и есть смысл дальше мне тебе верить? Нет. Нету. Вот. Поэтому езжай домой с Богом. У тебя был шанс прекрасный в течение месяца исправиться. Ты его не использовал. Я чист от крови твоей. Я всё сделал для того, чтобы ты был спасённый. Ты не слушайся. Сейчас пост идёт. Пост. У тебя грех объедения. Кто объедался, впредь не ешь. Кто опивался, впредь не пей я. Это не я придумал. Это церковь так установила. Я объедался, я не ем. А ты объедался, дальше продолжаешь объедаться. И при этом просишь Бога, чтобы тебя избавил. Просишь меня помолиться. Вместе молимся. На лицемерие одно. Так не пойдёт. И мне соблазн подаёшь какой-то. Своим. Прости меня. Сторой. Да. Я-то прощу, а Бог как. Ты в месяц за нос водишь всю общину и Бога. Бога дурить-то не надо. Он-то всё видит. Твоё сердце нераскаянное. Поэтому уезжай домой. Вот как будет у тебя искреннее раскаяние, сокрушение. Вот. Я тебя опять приму. Так а теперь-то уже тепло. Теперь уже тепло. Так есть ещё, Вася, другой вид тепла. Да. Ты в нём не нуждаешься. Христос говорит, я есть свет, солнце, правды. От него лучи тепла и добра исходят и любви. я к тебе был к чём-то несправедлив. Ты на меня чё-нибудь имеешь? Ну, давай, поблагодари Бога, завтракай и езжай домой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь. Аминь.